И еще об успехах белорусов на конкурсах, но уже поэтических. Девятиклассница из Могилева прочтет свои стихотворения в Женевской штаб-квартире Организации Объединенных Наций. Это право Полина Тарамына завоевала, победив на международном конкурсе юных поэтов «Легкая строка». Девочка прислала несколько своих произведений и удивила жюри высоким слогом и точной рифмой. Проник всем творчеством юзной поэтессы и наш корреспондент Юрий Прокопенко. Пока издатели не стоят в очереди за право печатать Полину Тарамыну. Возможно, всего лишь дело времени. Сейчас же все ее стихи, несколько десятков в рукописной форме, пишет только на бумаге. За компьютером не так вдохновение приходит. Дождик тихим шагом капал, семенил, бежал по лужам. Маленький бедняжка плакал, что никому не нужен. Писать стихи Полина начала в шестом классе, когда впервые взяла в библиотеке томик Марины Цветаевой. Ее заинтересовала возможность через рифму выражать свои мысли и эмоции. Попробовала сама и получилось. Стихотворение мне нравится, потому что очень мелодичное, красивое. Поэтому люблю стихотворение. Вдохновение такая непредсказуемая штука, что не могу сказать. Ну, как пойдет. Постоянно в разных местах приходится познавление. Пишет начинающая поэтесса и о любви. Но вслух читать не хочет. Это личное. А вот стихи о любви к родине и простой верной дружбе – это пожалуйста. На международный конкурс «Легкая строка» Полина отправила пять стихотворений. Каждая пропитана темой дружбы. И вот, например, стихотворение без названия написано высоким слогом. Качнулась эпоха, сменив идеалы. Но тысячи рук вновь взлетели в салюте зеленой полоской на галстуке алым. Клянемся и клятве мы верными будем. Жюри престижного конкурса при ООН из сотен работ отобрало несколько лучших. Среди них и стихи юной белоруски о том, как важно хранить мир во всем мире и дружить, невзирая на национальности и вероисповедания. Мы, конечно, очень обрадовались за Полину. Это была такая неожиданность и так для нас достойно и престижно для нашей гимназии. Мы за нее очень рады и, конечно, будем ее все вместе провожать. Теперь могилевскую гимназистку пригласили в Женеву. Свои стихи она прочтет в штаб-квартире ООН на одной из самых крупных и статусных мировых площадок. Я хочу поехать в Женеву, чтобы представить себя, свою гимназию, свой город, свою страну. И хочу, чтобы она больше узнала весь мир. Через два года Полина заканчивает гимназию. С будущей профессией пока не определилась, но точно знает, будет что-то поэтичное. Юрий Прокопенко, Василий Лосенков, телекомпания СТВ, Могилев.